Отличить видновчанина от гостя города достаточно просто. Спросите у него, где находится ПЛК. Именно так в народе именуют проспект Ленинского комсомола, которому в этом году исполняется 50 лет. Впрочем, у него есть и другое народное название. Так и называем проспект. Просто проспект. Идея назвать будущую главную улицу нашего города проспектом Ленинского комсомола принадлежит Геннадию Перинскому. В те годы он занимал пост первого секретаря районного комитета комсомола. В 1968 году, накануне 50-летия ЛКСМ, где-то в конце сентября, начале октября, у меня возникла идея назвать новый строящийся объект, новый строящийся проспект, который был пока под номером определенным, четырехзначным, назвать его проспектом имени 50-летия Ленинского комсомола. Наша идея была одобрена на Совете депутатов, народных депутатов в то время. И с тех пор проспект, главная улица Букродовидная, называется проспектом имени Ленинского комсомола. Первыми жителями ПЛК стали работники двух заводов – алюминиевого и металлических конструкций. Начинала строиться от больницы и пошла туда дальше, вот, как бы сказать, через Жуково и к Ермолину. Строительство шло регулярно, потому что завод развивался, строился и начал выпускать продукции, нужны были рабочие руки, поэтому завод строил жилье. Проспект протяженностью почти 2,5 километра начинается на востоке города от улицы Заводской и заканчивается пересечением с улицей Донбасской. За 50 лет его множество раз благоустраивали, расширили, а 9 сентября 2000 года по нему проехал первый в городе троллейбус. Одна из главных транспортных артерий города, конечно же, знакома каждому видновчанину, но вот знают ли они, когда ПЛК появился? Я думаю, что лет 20-30, нет, к сожалению, не отвечу. Не знаю, сколько лет, но много. Я вот живу здесь с 55-го, а когда, я не помню. Давно живу, но не знаю. Не знаю, лет, я так думаю, лет 45, наверное, нет. Почти угадали, 50. Хотела сказать, но думала, что много. ПЛК на сегодняшний день единственный проспект в городе, и он продолжает строиться и развиваться. Новые бордюры и ограждения вдоль тротуаров, парковочные карманы у остановок. Совсем скоро появятся и современные остановочные павильоны с освещением, видеонаблюдением и Wi-Fi-модулем. Екатерина Борисова, Николай Карбанов, Елена Кошелева, Видное ТВ.